Ну что, друзья, вот и стартовал, наконец, сезон RDSGP 2022. Мы вновь находимся здесь, на подмосковной трассе Moscow Raceway близ Волоколамска, и сегодня постараемся рассказать вам о первых новостях первого этапа этого сезона. На прошлой неделе мы уже кратко приоткрыли завесу тайны, а сегодня попробуем более подробно погрузиться в наш список пилотов, узнаем, кто, собственно, чего ждет от этого этапа, кто и как готовится к сезону, и кто, собственно, этот сезон будет судить. Задача у судей в этом году будет не сильно проще, чем в предыдущие сезоны. Постоянно меняющиеся погодные условия, шинная унификация, несколько сменившееся судейское задание и отметки на трассе. Ну и, конечно, особое внимание судьям придется приложить для того, чтобы точно оценить мастерство пилотов, которые в этом году вынуждены еще активнее, и лучше настраивать свои автомобили для того, чтобы подстроить их под машину и новые покрышки. А мастерство в этом году на МРВ точно есть кому демонстрировать. На этап заявлены не только пилоты, которые планируют подниматься вверх по турнирной таблице в личном зачете, но и 8 команд. Многие из них вступают в новый сезон с обновленными составами. В основном в составе фрешей, например, в этом году выступит Денис Мигаль, а в пока еще почти полупустой палатке. Позади меня разместятся три автомобиля команды. Альтеза Дамира, второй марки Евгения Лосева и, собственно, автомобиль самого Дениса Lexus AS340. На другом Lexus AS200 в не менее красной команде будет выступать другой, хорошо известный вам пилот Андрей Остапов. Вместе с ним в честь команды Look Oil Racing Rift Team будут защищать Григорий Гусев и Магомед Амаров, о которых мы уже рассказывали вам в первом выпуске новостей. Ребята разместились там, в другом конце техпарка, и мы обязательно о них вам еще расскажем. Еще одним интересным участником командного зачета станет команда, которую в таком виде GP еще не видела, но эти ребята очень хорошо знакомы зрителям различных российских и международных соревнований. Коллаборацию Starper Stars и IMO представит легенда российского дрифта Сергей Кабаркин, выступающий на гиперкаре собственной разработки Flanker F, хорошо знакомый фанатом RDS GP пилот из Гонконга Чарльз Энг, ну а третьим пилотом, который представит команду, станет Борис Абрамов. Его мы и спросили об ожиданиях от этапа и ощущениях от обновленного международного состава Starper Stars IMO. Вот этого этапа я жду победы. Во-первых, мы уже ехали этой командой прошлый сезон, мы ехали в Беларуси, а вот я за эту команду ехал в RDS Запад, если я не ошибаюсь, поэтому мы друг друга знаем, и пришла такая прекрасная идея, мы объединились. Красноярская команда Forward Auto сохранила свою основную боевую силу, но решила добавить немножко молодой свежей крови в свой состав. Легендарный желтый Silvia S15 вновь будет управлять Георгий Чевчан. Второй автомобиль Nissan Silvia S15 остается у Романа Тивадара, но за рулем третьей Silvia S15, которая была построена специально для этого сезона RDS GP, окажется молодой, амбициозный пилот Леонид Шнайдер, который в этом сезоне дебютирует в составе команды Forward Auto. На этом этапе, конечно, хотелось бы показать лучший результат, выиграть квалификацию, выиграть этап, все дела. На этом этапе все-таки самое главное познакомиться с машиной, это самое главное. Двоякое ощущение. С одной стороны, вроде как вполне себе комфортно, хорошо, как будто бы я должен здесь быть, а с другой стороны, я тоже фанат, и я в это поверить не могу, потому что я занимаюсь дрифтом не так давно, и год назад я только начал этим заниматься, и что-то так все сразу, я не могу до сих пор поверить. Я здесь, но я не мог, не осознаю. Неважно, что-то не получается, надо забить, все равно делать, еще раз, еще раз, еще раз, везде цепляться, пробовать все подряд, все, что можно новое пробовать, за любую возможность цепляться, и желание можно чего-то достичь. Чуть сильнее обновилась белорусская команда BY Motorsport, которую в этом сезоне представят Сергей Сак и два новых пилота. Дмитрий Ермохин и Антон Дмитриенко. Расположившаяся по соседству команда Carville Racing, как вы помните, тоже сменила одного пилота. Вместе с Никитой Шиковым и Антоном Климко в этом сезоне RDSGP выступит и петербургский пилот Николай Горковенко. Готовились очень хорошо, настрой максимально боевой, жду погоды, жду хорошего дрифта, хороших результатов. Вот что я, собственно, жду. Ничего нового можно сказать, потому что вот глядя в окно, если ты придешь к камеру на секунду, слава богу, мы сегодня успели потренироваться, так что все в порядке. Очень позитивно, я отношусь к питерским, у нас, да, еще один, значит, представитель Санкт-Петербурга. Колю Горковенко я знаю с 2020 года как пилота, он как раз впервые здесь, я его увидел, когда он ездил на Кубке Москвы еще, это был Кубок Москвы в 2020 году, когда ковидные все эти истории были. Сразу мне как бы удивилось, что довольно неплохо пара пацан едет. Здорово, что Коля в нашем составе, он нас усилит, он хороший пилот, у него классная машина, классная команда, хороший имидж, что все довольны, и мы очень рады, что он у нас, и большая менеджерская работа всеми проделана, все молодцы. Вот, поэтому вот сегодня Коля катался чуть-чуть, я катался, мы там настраивали машины, завтра уже начнем как раз совместные такие парные тренировки, и Антоха к нам подтянется. Поэтому, короче, у меня такое немножко блаженное настроение, не в том, что блаженное, но я, правда, вот мы очень много, большой путь прошли, чтобы вот такое настроение иметь, поэтому я снова получаю удовольствие от дрифта, черт возьми. Двумя пилотами в этом сезоне вновь будет представлена и команда «Московский спорт». Зоркие глаза фанатов РДС их не подвели, и в пару к Федору Дзержицу присоединяется двукратный чемпион российской дрифт-серии Евгений Ружейников. В недавнем интервью пилоты активно доказывали нам свою тесную душевную связь, которая в целом выражается и в том, что они поедут на одинаковых автомобилях. Nissan Silvia S15. Лидером команды Fail Crew Darkside остается кумир многих поклонников дрифта Аркадий Цареграцев. Вместе с ним за команду поедут Иван Никулин и Алексей Вахтин, который к этому сезону GP подготовил свою Toyota Alteza. Чувствую, что когда в сильной команде, с опытными пилотами, есть чему научиться. Только так. Идем опыта. Набирание опыта. Окружили Лукойловскую палатку два фаната необычных для GP платформ. Илья Федоров и Федор Воробьев. Фанаты пилотов на этом этапе вновь смогут полюбоваться невероятной красоткой, которая известна всем как «Жига-царь» и необычным универсалом Nissan Stage. Илья Федоров и Федоров. Что мы хотели... Такая практика принята в автоспорте. Мы хотели объединить усилия с одной из существующих крупных команд. Тогда бы это позволило нам в общем, в целом, быть довольно удобным по инфраструктуре и делиться совместными наработками. Но мы привели переговоры с несколькими ведущими командами, с двумя ведущими командами, не нашли общего интереса, потому что вот так или иначе у каждого были свои конкурирующие партнеры и решили остаться в таком виде, в котором есть, выбирая пилотов. Но мы все взвесили и решили, что этот выбор может быть для нас очень верным и правильным. Магомед сам, на самом деле, честно, вышел на связь с нами. Мы не то чтобы держали его у себя в голове, мы говорили с другими пилотами, но там тоже не все срасталось. То есть мы планируем сделать свою машину дрифтовую, но она должна была быть только осенью на следующий сезон. Поэтому нам нужно было выбирать пилота не просто сильного, но и своим автомобилем. А несколько хороших кандидатов не имели автомобиля. Поэтому как бы тут появился Магомед, мы быстро поговорили, вспомнили, как он ездит, вспомнили, что он ездит хорошо, и за ним следили и договорились буквально за несколько дней. Так что на состав в этом году Андрей Остапов, Реверегусев, и Магомед Амаров. Степан Азаров выведет на старт яркое купе Nissan 370Z. На более привычных для российской дрифтсерии платформах выступят Владислав Шубодеров. У него Nissan Silvia S15 и Анатолий Щербак, у которого Nissan 200SX. Полный список пилотов, как и турнирная таблица, доступны для вас на нашем сайте в drifte.ru. Кстати, о турнирной таблице и соревнованиях. А кто судить-то это все будет? В 2021 году состав судейской коллегии Гран-при РДС на протяжении всего сезона оставался неизменным. И в этом году мы решили традицию сохранить. Судьями первого этапа станут руководители РДС Дмитрий Добровольский и два опытнейших пилота – Антон Новиков и Максим Ахтямов. И Антон Новиков и Максим Ахтямов – профессиональные пилоты, которые прекрасно понимают, что происходит внутри дрифт автомобиля. А потому они могут и определить во время заездов, и объяснить, какие ошибки совершают пилоты. Добрый день, меня зовут Максим Ахтямов. Я судья РДС ГП, я отвечаю за траекторию. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Новиков Антон. В сезоне 2022 РДС ГП я буду судьей угла. Всем привет, меня зовут Дмитрий Добровольский. Я буду судить в критерии стиля. Всем дрифт. Подробный репортаж о судейской коллегии этого года смотрите в ходе трансляции на РДС ТВ. Ну а для зрителей наших соцсетей мы решили сделать маленький подарок и разыграть кепку с автографами участников судейской коллегии этого года. Оставляйте комментарии под этим видео и узнавайте результаты ровно через неделю прямо здесь, на этом канале. Если ты не заехал еще в клип предыдущий, а лидер вышел из уже следующего клипа, это ноль. Не ноль. Не ноль. Ну то есть мы будем ставить ноль, когда очевидно это видно и никуда не будет говорить. А вот если под другим углом, а вот если отсюда посмотреть, вот этих что-то не было вещей. То есть судейское задание по сравнению с прошлым годом немного изменилось. Добавились новые элементы. В частности на постановке в первом секторе, который вот зеленым цветом на схеме, появилась вторая ноу-гоу-зона. Ноу-гоу-зона это по сути граница трассы для первого. Первого туда нельзя, если он туда попадает, ошибка судится, как будто он выехал за пределы трассы одним, двумя, тремя колесами. А второй при этом, если он едет близко, то он туда попадать может. Он не наказывается. Вот что такое ноу-гоу-зона. По сути это дополнительные границы трассы, но для первого. Дальше мы изменили немножко вес клиппинг-зон, добавили новую тач-н-гоу на схеме ТТГ-2. Ее не было в прошлом году. И задание реально сильно усложнилось. Чтобы туда попасть, в общем, нужно по краешку трассы проехать очень-очень длинный участок. Это большая скорость. Там максимальная скорость на трассе, то есть не на постановке, а именно там, в этом месте. Не доезжая вот Тач-н-гоу-2, там где-то около 150 км в час рекордный показатель был сегодня. Ну, потом, традиционно, после Тач-н-гоу-2 нужно заехать во внутренний клип передними колесами. Дальше две стандартные зоны, Тач-н-гоу-3 и внешняя зона, аутсайд-зон-2, в которой нужно проехать в большом угле и финишером. Для тех, кто впервые знакомится с судейским заданием, что такое ТГ-1, З-1 и так далее. Значит, ТГ- это Тач-н-гоу. Тач-н-гоу это определенная форма зоны, как правило, квадратная или прямоугольная, в которой машина должна заехать задними колесами, коснуться ее в любом месте. В конце уже ее зацепануть или, наоборот, в начале только чуть-чуть зацепить или полностью по ней проехать, это не принципиально. А вот ОЗ, это аутсайд-зона, внешняя клиппинг-зона, вот это уже история, которую нужно проезжать именно полностью. То есть с короткого торца заехать в эту зону задними колесами и со следующего короткого торца выехать. Это намного более сложное задание. Ну и стоимость, как вы видите, этой клиппинг-зоны аж 10 баллов. Дальше идет Тач-н-гоу-2. Это тоже дорогая очень по сравнению с другими Тач-н-гоу, но она очень сложная. Попасть не так-то просто, но ее тоже можно коснуться в любом месте. Внутренний клип, он нарисован на трассе тремя полосками. В целом можно тоже в любом месте его коснуться, и этого достаточно. Тач-н-гоу-3, зона такая же, которой можно коснуться в любом месте, в любом месте из нее выйти. И вот приехав уже в аутсайд-зону-2, внешний клипинг-зону-2, там как раз нужно ее всю заполнить. То есть опять же с короткого края заехать и с короткой же стороны выехать. Ну и в конце, перед финишем, тоже вы видите на схеме нового зона, тоже туда первому нельзя, для того, чтобы не перекрывать траекторию второму и качественно завершить заезд. Мы официально стартуем уже в эту субботу в квалификации, которую вы сможете смотреть бесплатно и без регистрации прямо на rdstv.ru. Приезжайте к нам на Moscow Raceway, следите за нашими социальными сетями, и до скорой встречи, друзья. Пока! Субтитры подогнал «Симон» Я взял его под свое крыло, потому что очевидно, что... Были проблемчики, были вопросики за эти последние два года. Особенных навыков, особенного интеллектуального развития. Все поняли. Вот, поэтому... Это Женечка, кто-то при себе. Конечно.